Вдох, выдох. Для жителей села Сорочилок Мария Суворова – главный айболит. Она работает в местном ФАПе с 2011 года. До этого жила и трудилась в Барнауле. В день она принимает по 20 человек. А не так давно Мария Ивановна получила титул – лучшая акушерка Алтайского края. Я всю жизнь мечтала работать на селе, не заведующей, а фельдшером. Мне казалось, что это такая профессия, которая нет лучшей на земле. Так все так было. И так ли это? Вы знаете, ну, наверное, итог вот сейчас, вот сейчас понимаю, наверное, так. Не могу, наверное, другую работу не найду. Она не отказывается лечить нас. Еще вдобавок в массовозе работает, успевает и везде. И детей воспитывает, успевает. Молодец, короче. А воспитывает Мария Суворова вместе с мужем участковым четверых детей. Все семьей, они сейчас ютятся в доме в 27 квадратных метров. По программе устойчивое развитие сельских территорий им выделили более 2 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. В очереди на такую премию Мария Ивановна стояла 4 года. В рамках этой программы выделяются денежные средства на приобретение или строительство жилья именно в Первомайском районе. Условия – это молодые специалисты до 35 лет отработать не менее 5 лет в данном учреждении по основной должности, не менее одной ставки. При этом в собственности не должно быть никакого жилья. На Первомайский район в этом году выделили 46 миллионов рублей. Деньги на покупку и строительство жилья получили 9 медиков. В прошлом году для сравнения на район выделили чуть больше 3 миллионов. Деньги дают из федерального и регионального бюджетов. В этом районе в очереди на финансовую поддержку сейчас 10 человек. Чебурло красное. Вот увидели мы вас. Мария Суворова в своей очереди все-таки дождалась. Теперь в планах достроить большой дом для семьи с двумя этажами и просторными комнатами площадью 120 квадратов, чтобы у трех дочерей младшего сына наконец появились свои комнаты. Дориды Миллер, Николай Шилко. День с толком.